Поединок на вашем экране Шамиль Абдулмеджидов, Россия, и Никита Дюхарев. Шамиль Абдулмеджидов, он в синей экипировке, немного повыше ростом. Никита Дюхарев, наоборот, приземистый в красных шортах, в красных щитках на ноги. Шамиль Абдулмеджидов довольно известный боец, много участвовал на чемпионатах России в разделе Киева. То есть поединок нас ожидает очень-очень интересный. Вот такой вопрос, Петр, к вам. Потому что мы говорили о том, что в любительском кикбоксинге наши доминируют, но в профессиональном пока не удается. По примеру, в Киеван известно, что первенство за голландцами. Как скоро наши ребята смогут потянуться до их уровня? Я думаю, когда в нашей стране будет развит профессиональный кикбоксинг с боями по Киеван, то сразу же появятся спортсмены, которые смогут выступать на уровне международных стандартов, так называемых. А в чем сложность? Почему пока в нашей стране нет так сильно развитых профессиональных боев? Сложности во многих причинах. Трудности со спонсорами, с телевидением, соответственно. Какого сейчас, извините, я вас прерву, попал как хайкиком на встречу россиянина Абдул Меджидов. Очень точный удар хайкик прям на встречу пришелся. Кстати, в последние годы, на мой взгляд, ситуация стала выправляться, потому что стал организован очень крупный турнир в Казани, в котором в первом сезоне были по большей части россияне и украинцы, белорусы. Он был пробный, но сейчас уровень бойцов значительно вырос. Например, на последний турнир, последний отборочный турнир Казани, 1-8 финала, приехал с самым Эрнеста Хус, но он не драться, а привез своего бойца Ишвина Байрака, который набирает обороты, и уровень сильно-сильно вырос. Там и Дмитрий Шакута дрался, и Артем Левин, четырехкратный чемпион мира по тайскому боксу. Шакута, который восемь раз выиграл чемпионаты мира по тайскому боксу, четыре раза по кикбоксингу. То есть развивается, растет. Я думаю, да, совершенно верно. Перспективы у нас огромные, поэтому надеюсь, что в скором времени наши атлеты будут в К1 занимать лидирующие позиции. А в каких в основном городах и областях представлен кикбоксинг сейчас? Вы сказали, что образовывался он в центре, в Москве, в Санкт-Петербурге, но потом он, видимо, все же перекочевал в какие-то другие, в провинцию, например, в Дагестан, в Волгоград. Кто, на ваш взгляд, сильнее именно в России? Можно сказать по разделам, что касается Киевана, тайского бокса, то очень сильный дагестанцы. Очень сильный. Они обладают характером, волевыми качествами и в последнее время стали очень техничными тоже. Также очень развит кикбоксинг в Белгородской области. Заслуга Валентина Пушкарева, главного трейдера флоконтакта Федерации кикбоксинга России. Вот также кикбоксинг очень сильно развит. В Татарстане, в Сибири, на Урале, в Челябинске очень хорошие ребята есть. Фактически отовсюду есть хорошие ребята. Московская область всегда занимает хорошие позиции. Ну, соответственно, Москва и Санкт-Петербург тоже. Ну, в Москве, наверное, как мне кажется, доминируют в основном ребята, приезжие из других городов, которые здесь тренируются. Но начинали там азы кикбоксинга, они проходили на периферии. Совершенно верно. В Москве есть очень лучший клуб, я считаю, сейчас это «Акитек». Прекрасная база, у них есть и общежития, столовые. Ребята приезжают из Дагестана, из разных стран, из Молдавии, из Украины живут, выступают. Ну, как на Ваш взгляд, Петр, кто пока лучше? Подходит второй раунд уже к концу. Мне кажется, россияне начинают перехватывать инициативу. Он левша, он бьет чаще, попадает. И он, мне кажется, намного быстрее. Мало того, что он выше, он еще быстрее. Видите, он левша, высокий левша, встречает ногой. А поскольку Дюкарев все свои атаки начинает с рук. Дюкарев, мне кажется, в первом раунде уже выдохся. Идет в атаку без удара. Постоянно нарывается на удары руками. Подстроился Абдул Меджидов. Смотрите, Дюкарев идет вперед, он его встречает просто ногой и сразу его перехватывает в клинче. За счет роста навязывает ему свою работу, бьет его коленями. Абдул Меджидов освоился в ринге. И он, смотрите, он делает техники очень сложные. Это удары в прыжке ногами, которые достигают цели частенько. Опережает. Вот видите, пошел, бросился украинец. Тут же получил лоу-кик. Очень неплохо опережает. И колено подключил вовремя Абдул Меджидов. Молодец. Приятно смотреть. Хороший бой, интересный достаточно. Я замечал, что с каждым почти весом в бои все интереснее и интереснее. Потому что вес растет, скорость не падает. Потому что 67 килограммов. Не такой большой вес. Но поскольку сила ударов намного сильнее, то мы видим то, что видим. Действительно, вот этот поединок отличается особой зрелищностью. Техничные бойцы. Да, и примерно равные они по классу. Нет какого-то явной доминации. Там ни со стороны Меджидова, ни со стороны Никиты Дюкарева. Равный, хороший бой. Может быть, да, Меджидов чуть... Абдул Меджидов чуть-чуть посильнее. Ну, вот именно, что совсем чуть-чуть. Ну, мне кажется, он подобрал ключик уже. И сейчас делает практически то, что хочет. Прочитал. Вовремя приключает удар рукой. Опять попадает слева. Ничего не может сделать украинский атлет. Не может перестроиться. Пытается броситься опять в атаку. И тут же пропускает. Вот болельщики очень болеют. Много спортсменов приехало из России. Хотя из разных клубов. Но все как бы соединились вместе. Болели очень хорошо. Опять пропускают, видите. Победу и звание чемпиона мира в 2008. Одержал синий угол. Как мы и предполагали, Шамиль Абдул Меджидов из России этот бой выиграл в единогласном решении судьбы.